С нами на связи Александр Мусиенко, военный эксперт. Александр, здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте. Александр, сформированный на скорую руку российский полк под Херсоном перебросили на первую линию. Понятно, что мобилизованные традиционно жалуются на отсутствие обмундирования, медикаментов, нормального питания. Как они будут вообще воевать? И будут ли, в принципе? Ну, я думаю, что это мало кого волнует. На самом деле мало волнует российские власти и руководство. В принципе, перед ними стоит задача удерживать линию фронта. Мы же знаем, что там непосредственно военной операцией по Херсону руководит великий полководец президент России Путин. И он фактически никого не подпускает к руководству сейчас военными действиями. Можно сказать. Только нового Суровикина по нанесению ракетных ударов, и то не совсем удачно для них. Поэтому на сегодняшний день там стоит задача удержать фронт любой ценой. После того, как российские войска потеряли позиции под Давидом Бродом, где у них были укрепленные довольно-таки позиции, они там окопались, они там подвезли много боекомплекта, когда у них была возможность. После этого они вынуждены отходить на новые рубежи, но учитывая сложности и ландшафта, и местности, и того, что не дают о покое украинские войска, которые наступают фактически единым фронтом по трем направлениям, дается это тяжело. Поэтому, насколько я понимаю, формируется новый полк. Задача Коктерова будет выйти и стать живым щитом, и попытаться сдержать наступление украинских войск. При этом какие потери будут понесены, ну, никто не считается. При этом, что много погибнет неподготовленных, невооруженных, и плохо оснащенных, и мотивированных, мобилизованных, тоже мы видим, для российских властей имеет мало чего, скажем так, волнующего. Поэтому, звучит так, как будто это должно выглядеть следующим образом. Взявшись за руки, закрыв глаза и в несколько рядов, выстроиться для того, чтобы танки останавливать. Ну, это же нонсенс. Ну, до этого момента там была такая же ситуация. Там перебрасывали десантников, да, для подкрепления. Десантники, в принципе, это тоже части, которые, скажем так, предусмотрены немножко для других действий. То есть они предусмотрены действительно для штурмовых действий, молниеносных, быстрых прорывов и проходов, либо для прикрытия отходов основных групп войск, которые механизированы и подразделения с тяжелым вооружением, артиллерией, танками и так далее. Как мы видим, фактически на сегодняшний день те же десантные подразделения, они лишь отчасти выполняют задачу по отходу на новые рубежи, которые пока не могут найти российские войска тяжелого вооружения. В остальном они тоже, в принципе, стоят и призваны просто воевать и удерживать фронт. Также, если мы говорим о мобилизованных, в принципе, задача та же. Не их функционал, не их подготовка, не их вооружение, но сдерживать кем-то надо. Вот Россия решила живым счетом удерживать рубежи и продолжать фактически вести на гибель огромное количество и число людей, своих граждан. Александр, последние сутки фокус нашего внимания, он сосредоточился на массированных ракетных атаках, страдает мирное население, гражданская инфраструктура. А как в это время меняется ситуация на фронте? На фронт это имеет, на самом деле, довольно-таки косвенное влияние. Это, наоборот, только поднимает дух украинским военным, потому что они видят, как разрушаются мирные города, гибнут мирные люди и страдают, идут атаки по гражданской инфраструктуре. И, конечно же, это только укрепляет их волю и дух к дальнейшей борьбе. То есть это их злит в таком хорошем понимании на продолжение боевых действий. Если мы посмотрим на сегодняшний день по состоянию, вот на сейчас даже на карту боевых действий на востоке или на юге, мы видим, что ситуация складывается неутешительно, мягко говоря, для российских войск и, наоборот, для украинских. Потому что продолжается освобождение населенных пунктов на востоке, либо освобождать за населенные пункты. Уже украинские войска подходят фактически к автодороге и к линии рубежа, которые заняли российские войска. Мы видим, что тоже продолжают развивать успех, там идут бои. Но как раз по трем направлениям, на правом берегу Херсонской области наступают украинские войска. Понимаете, что как раз ракетные удары, они же и производятся для того, чтобы отвлечь внимание от российских поражений на фронте. На самом деле сейчас Путину и его приспешникам очень важно сбить информационную волну критики, которая шла в его адрес в предыдущие дни и недели, когда Россия стремительно потеряла контроль над частью Харьковской области, потеряла контроль над севером и северо-востока Донбасса, Донецкой области. Потом был Лиман, опять же таки, в Донецком направлении. Сейчас подходы к Луганской области, прорыв под Давидовым бродом и движение украинских войск на правом берегу Херсонской области. Конечно же, это имеет колоссальный негативный имиджевый эффект для вот этого образа, знаете, такого якобы сильного уверенного лидера российского, который контролирует ситуацию. И после того, как началась очень серьезная волна критики, причем даже, скажем так, даже с окружения российского президента и прочих личностей, и товарищей около, скажем так, находящихся, то, конечно же, необходимо было продемонстрировать какой-то результат. Вот этим там идиотам, которые там танцуют, пляшут, когда видят ракетные удары по мирным городам, их же уже на самом деле не вылечишь, это диагноз. Ну и вот Путин их подпитывает вот как раз этими ракетными ударами для того, чтобы увести информационную волну от неудач на фронте. Тут, мне кажется, все понятно, для чего это делается. А Суровикин, новый командующий военными действиями и российскими войсками в войне против Украины, он тоже хочет выслужиться. И он хочет продемонстрировать, что он, скажем так, у него будет удаваться лучше, нежели удавалось у прежних командующих, которых меняли очень часто, что тоже свидетельствует о организационном и управленческом кризисе в российских войсках. Вот Суровикин и пытается показать, что он в Сирии воевал с гражданскими людьми и у памятники по несколько тысяч лет. Ну и тут он хочет продемонстрировать тот же эффект. Вот почему, собственно говоря, и увеличилось количество ракетных обстрелов. Скажите, а какой на самом деле может быть эффект от таких обстрелов на международной арене, оружие, на поставках оружия и так далее? Ведь на самом деле война в Украине, это не война в Сирии, все-таки, мне кажется, на Украине-то они и подзастряли, подосломались. Вот сможет ли эта стратегия Суровикина достигнуть своих целей? Я думаю, что нет. Вы обратите внимание, что на самом деле ракетных обстрелов много и используется много ракет. Но вот если посмотреть по ракетам, которые используются, они же используют сразу несколько видов. Даже реактивные системы «Ураган» или «Смерч», если мы говорим, например, о Харькове, который они обстреливают, или приграничные с Россией украинские территории. Калибры Х-101, Х-55. И мы видим, что многие ракеты просто не попадают в цели, они сбиваются украинскими ПВО. И тут мы можем перейти как раз к реакции, в том числе и Запада. Мы уже ее слышали, как минимум, от Германии. И мы слышали, что министр обороны Германии Ламбрехт пообещала, что в ближайшие несколько дней первое из четырех обещанных установок комплексов ПВО будет в Украине. Мы также слышали, что по итогам разговоров украинского и американского президентов было решение и было заявление со стороны Соединенных Штатов о том, что они ускорят поставки в Украину средств противовоздушной обороны. Я думаю, что, учитывая все то же, что происходит, и учитывая то, что уровень эскалации со стороны России постоянно возрастает, и мы видим, что в этом уже фактически, ну, скажем так, к этому уже дополняются и признаки агрессии против других стран, например, против Молдовы, в воздушном пространстве, в котором пролетело три ракеты во время вчерашних атак, либо это касается уже атак на дип-представительство, потому что вчера в Киеве было повреждено консульство Федеральной Республики Германии. Недалеко упала ракета от посольства Румынии в Украине. Да и в целом мы видели, что это атака по центру столицы, где сосредоточено очень много дипломатов и международных представительств. Это, конечно же, будет вызывать, я думаю, очередную волну санкций, критики и увеличение помощи Украине. И как только Украина будет получать дополнительные средства противовоздушной обороны, мы придем к проценту сбитых российских ракет порядка 75%. Конечно же, ракетные атаки, они будут представлять риски, но они не будут иметь какого-то решительного эффекта в том, чтобы сломить сопротивление украинского народа. Сроки поставок любого рода вооружения, будь то наступательного или оборонительного, это засекреченная информация, все-таки стратегическая или даже тактически засекреченная. Поэтому можем только теоретически рассуждать на эту тему. Как вы считаете, как скоро Украина может получить западное вооружение, необходимое для защиты с воздуха или для продолжения контрнаступательной операции? Ну, я думаю, что сейчас точно мы увидим ускорение этих процессов. Я хочу напомнить, что министр обороны Германии Ламбрехт, она была не так давно в Одессе с официальным визитом, и именно госпожа Ламбрехт сделала во время этого визита официальное заявление для СМИ о том, что Германия пытается ускорить сейчас поставку как раз средств противовоздушной обороны. Поэтому я думаю, что даже по тем решениям, или НАСАМСы, например, если мы возьмем Соединенных Штатов, которые тоже, как мы знаем, должны нам поставлять. Но я думаю, что вот такие вот угрозы ракетных обстрелов и не просто угрозы, а непосредственно ракетный террор, который применяется Россией, он только будет способствовать тому, чтобы эти процедуры ускорялись. Ну, то есть я думаю, что до конца года точно Запад поможет достаточно-таки серьезно усилить украинскую противовоздушную оборону. Да, хочется только, чтобы до конца года. Да нет, хочется, чтобы уже позавчера это было предоставлено. Понимаете, дело в том, что когда я имею в виду ускорить, скажем, усиление противовоздушной обороны, речь не идет о поставках, скажем так, одной-двух батареек. Речь идет о нескольких батареях, достаточно таких, скажем, мощных, для того, чтобы прикрывать украинские города и для того, чтобы 75-80% воздушных целей можно было сбивать уже к концу года стабильно и спокойно. То есть это процесс, который будет иметь вот так вот продолжительный эффект, может немножко растянуться, но первые поставки, я уверен, мы увидим уже в ближайшее время. Понятно, спасибо большое, Александр Мусиенко, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Ну а мы продолжаем. Охрана Крымского моста за... Субтитры создавал DimaTorzok